Дорогой Толик, какое счастье! Вчера наконец-то получили от тебя письмо, датированное 15 маем. Мама очень больна, и это письмо ее воскресило, ободрило. Бедняжка, тяжело ей далась зима, и только с половины марта и апреля я ее стала ставить на ноги. Так как поступила работать на хлебозавод, то смогла свою хлебную продуктовую карточку уделять ей. И вот за это время она встала с постели, а то ее кости покоились на кровати на воздушном резиновом круге. Она начала ходить, хотя вид у нее хрупкий. Зимой нам хоть сколько, возможно, помог Сеня, и мы очень ему благодарны и признательны. Были дни, когда его 100 грамм макарон или крупок решали все. 9 апреля мне пришлось пройти по твоим стопам. Я в Красной Армии, мама одна дома. Первого яде умудрилась потерять карточки хлебные на декаду. В итоге мама голодная. Хорошо, что в мое положение вошли. И вот в течение уже 10 дней я ежедневно имею увольнительную вечером и отвожу ей половину своего дневного питания. Очень трудно, так как порции мизерные. Желаю тебе всего наилучшего. Привет от мамы и яди. Мама целует тебя крепко. С приветом. Будь здоров. Скорей бы нам съехаться. Целую тебя. Твоя сестра Аня. Из письма Роди Иванович Анны. 10 июня 1942 год. Ленинград. Дорогой сынка, так как пишу ежедневно, то характер их будет напоминать дневник. Утром мы с ядей встали. Я в пять, а на шесть часов. Есть хотелось. Она ушла за хлебом, а я, как обычно, начала готовить витаминный суп и щавеляй лебеды. Мы поели, она ушла на работу, а я уехала на кузнечный рынок за теми же витаминами. Но купила на 60 рублей, и для этого нужно было продать что-нибудь из вещей. Возвращаясь назад, попала под обстрел. Снаряд попал в трамвай. Мы все попадали, но и тут я уцелела. Страха не было. Он атрофировался еще в октябре, при ежедневной бомбежке, когда мы с Анечкой стояли под лестницами. Ну что будет? Я вечно дрожу. Невозможно. Ни сердце, ни нервы не выдержат. На обед у нас был витаминный суп и витаминные же лепешки из лебеды и одной порции каши. Неплохо, если бы выпить немножко чайку сладкого. Теперь пять часов вечера. Выползаю на солнышко. Очень болят ноги. Цынга не проходит. Часто очень бывают обстрелы. Тогда иду быстрее куда-нибудь. Целую крепко своего родного, дорогого сына. Твоя мама. Амелия Людвиговна Сафонова в августе 1942 года была эвакуирована в Челябинскую область, где встретилась с невесткой и внуками. Ее сын, Родиванович Анатолий Александрович, младший лейтенант, начальник связи авиаэскадрильи 745-го бомбардировочного авиаполка 6-го смешанного авиакорпуса резерва Ставки Верховного Главнокомандования, погиб 23 декабря 1943 года, о чем ей долго не решались рассказать. Анна Родиванович в ноябре 1943 года вышла замуж и 14 мая 1944 года родила девочку. После окончания войны семья соединилась в Ленинграде.